Еще одно памятное место пострадало от рук вандалов. Это бюст Михаила Дудина в сквере около центральной библиотеки, а точнее постамент, на котором он установлен. Отбиты буквы знаменитая подпись Михаила Александровича. Разбита облицовочная плитка. Случилось это уже более недели назад, но звонок в нашу редакцию от жителей города, увидевшего это безобразие, поступил утром в понедельник. Надо напомнить, что бюст работы ивановского скульптора Владимира Стрижнова появился здесь три года назад, в августе 2017 года, в день празднования Дня города. На церемонию открытия тогда съехались официальные лица, почетные гости, общественность города. За три года это место стало популярно у жителей города. В литературном сквере проходят самые разные мероприятия от небольших организованных центральной библиотекой до значимых городских. И вот вандалы добрались и сюда. Это сделали подростки, которым нечем заняться, уверены формановцы. «Это все молодежь делает. Полиция не может за всему смотреть, это ясное дело. Они не могут здесь сидеть и дежурить. Это ясное дело. Это надо с молодежью вести какой-то, сами знаете, какие-то беседы, какой-то, что-то им... Не знаю, как вести все это дальше. А вот цветы из клумб вытаскивают уже не подростки, а люди постарше, причем, скорее всего, женского пола. Одни пересаживают их на свои огородные клумбы, другие на продажу. Так одна из жительниц города попала в фокус фотообъектива отдыхающего. На вид – к 60. По всей видимости, не совсем трезвая, которая шла, что называется, белым днем и срывала тюльпаны с цветника на центральной аллее города. Зачем это делать? Неужели нельзя просто любоваться ими? «Не знаю, зачем выдергиваю, эту красоту такую портит на самом деле. Люди старались, сажали. Поддерживать надо это все». Как нам пояснил в интервью глава городского поселения Олег Вячеславович Прохоров, постамент бюста Дудина будет отремонтирован. Сейчас составляется смента на работы. «Скорее всего, правовую оценку будут давать правоохранительные органы. На сегодняшний момент хотелось бы отметить тот факт, что работа по установлению бюста обязательно будет проводиться. Лишний раз хотелось бы обратиться к родителям, к детям, возможно, те, кто этот неблагоприятный поступок совершили. Сразу скажу для телевидения и всех наших жителей, которые были обеспокоены также вандальным актом на нашем кладбище, что те люди, которые это так совершили на сегодняшний момент, установлены. Это были подростки. И в связи с тем, что вот это у нас происходит в городе, хотелось бы сказать и напомнить всем, что так или иначе неминуемая кара, наверное, до всех дойдет. Как бы это грубо не звучало, но за такие поступки, а это действительно вандалы, по-другому их не назовешь, так как и Михаил Александрович Дудин у нас был, участник Великой Отечественной войны, и памятники пострадали отчасти тоже участников Великой Отечественной войны, которые, несмотря ни на что, защищали нас с вами, пролили свою кровь за то, чтобы мы сегодня могли с вами жить, существовать. Они занимаются такими неблагоприятными делами». Что касается цветов, то в этом году на благоустройство города было потрачено более 300 тысяч рублей. Глава поселения Олег Вячеславович выразил сожаление, что некоторые жители Фурманова совершенно не ценят усилий, направленных местными властями, на то, чтобы наш город был красивым и ухоженным. «К сожалению, это я вот так понимаю, что происходит то же самое у нас по отношению к цветов. Мы долго с вами налаживали буквально, наверное, первые попытки наши с 2014-2013 года облагородить наш город. После люди увидали, что это начало приживаться, это хорошо, всем радует глаз, не только до наших жителей, но и до тех гостей, которые посещают наш город. Все приятно отмечают такие изменения, которые в городе у нас происходят. Но есть, скажем так, социально неответственные люди, которые позволяют себе такие не совсем хорошие поступки, не думая о тех затратах, которые на сегодняшний момент несет администрация. Для того, чтобы это все восстановить, все должны прекрасно понимать, что это тоже самые затраты. Это никто не берет, из огорода не приносит, хотя наоборот люди у нас эти цветы, которые выкапывают, уносят на огороды. Но, к сожалению, мы вынуждены нести затраты для того, чтобы потом все это восстановить. И, наверное, тоже хотелось бы задать людям вопрос. Вот тот ущерб, на который сегодня администрация понесла, ведь на эти деньги можно было что-то сделать. Детскую спортивную площадку, тот же лишний кусок асфальта положить в нашем городе. А мы вынуждены эти деньги расходовать опять на благоустройство. Просто хотелось бы для всех донести, что деньги ниоткуда не берутся. Это наши с вами налогоплательщиков деньги, в том числе и тех людей, я думаю, которые эти поступки совершают. А мы вынуждены затрачивать на них лишний раз копейки, где-то не доделая основные важные работы, которых у нас, поверьте, в городе очень много.